Итак, еще раз представлюсь. Меня зовут Сергей Чураков. Я в компании Access Corporation уже четвертый год. Сегодня я про них расскажу, что же это за компания. Немного истории. В 2006 году появилась компания Intermark Corporation. В 2008 году появилась партнерская программа INET Global. В 2009 году корпорация вошла в список ING 500. То есть это топ 500 самых быстро развивающихся американских компаний. В 2010 году пройдена проверка очень серьезными федеральными организациями США. Такие как секретное агентство Миннеаполис, ФБР, агентство по финансовым рынкам их и так далее. В 2011 году корпорация выпускает поисковую систему Access.com и переименовывается в Access Corporation. С 2013 года технологический офис компании находится в Силиконовой долине. Компания у нас является легальной на 100%. Никакие не офшоры, там Сейшелы, Белизы и т.д. и т.п. как говорится. Официальная регистрация в штате Невада. Это скрин с сайта говермента, где компания наша зарегистрирована. Любую компанию вообще можно пробить в интернете и увидеть ее регистрационный номер в любой стране. В данном случае вы видите скрин нашей компании. В 2006 год, 31 августа, компания зарегистрирована и ее регистрационный номер. Наша компания входит в список Fortune 500 и Inc. 500 компаний США. То есть это очень серьезно. Данную информацию вы найдете на сайте такой юридической компании, американский, под названием Thompson Hall. В списке клиентов старые названия нашей компании Inel Global, штат Невада и Intermark Corporation, штат Невада. Еще раз напомню, компания прошла очень серьезную федеральную проверку, ну фактически более 16 месяцев. Неожиданная была проверка, неожиданно ворвались агенты федеральных служб в офис компании. Тогда был один офис в городе Миннеаполис. Эту информацию вы можете найти, прочитав газету Star Tribune. Либо в печатную издание, если найдете, либо в интернете. Компанию, в общем, конфисковали все имущество, заблокировали все банковские счета. И с 24 февраля по 18 июня компания не работала. Компанию проверяли полностью, досконально. По винтикам разобрали, потом поняли, что компания не является финансовой пирамидой и отпустили. Было пройдено очень-очень много всего. Адвокат компании Питер Уолт, он как раз вел дела нашей компании и выиграл суды. Так вот, по итогам всей этой проверки, его фраза, я не знаю ни одной другой компании, когда правительство захватило сумму денег в порядке рейда, и то, что они захватили, вернули всю сумму до цента. Кто такой адвокат Питер Уолт? В Штатах есть сайт SuperLayla, SuperAdvokate США. Там собраны лучшие адвокаты вообще Америки, так что комментарии тут излишни. Кто и чего это. Дальше. Пройдена проверка, повторюсь, 16 месяцев. И на данном слайде представлен как раз в светлом костюме мужчина. Это наш президент компании, тогда он присоединился буквально за несколько месяцев к нашей компании в член Совета Директоров. И друзья и родственники говорили, Боб, зачем ты занимаешься этой компанией? Но Боб проехал по странам и городам, где были партнеры нашей компании. И пообщавшись, в общем, его убедили, что все будет очень хорошо, если компания выйдет из данного положения. Итак, в чем разница между просто легальной компанией и Access Corporation? Значит, легальная, любая легальная компания, она имеет официальный регистрационный номер в той стране, где она зарегистрирована. Если это офшор, то это офшор. Регистрационный номер вы никогда не найдете. Кто за офшором стоит, вы никогда не найдете. Поэтому в нашей компании все данные в открытом доступе. У нас не офшор. Дальше. Просто легальная компания. Их полно. Это все компании. А Access Corporation это фактически единственная интернет-компания, которая прошла вот такую жесткую, почти двухлетнюю федеральную проверку. Ни одна компания в интернете больше не смогла такую проверку. И после этого, между прочим, еще и работать. Потому что за два последних года было закрыто достаточное количество компаний, которые появились, прогремели в интернете и исчезли с деньгами. Биттер Бизнес Бэро. Американское агентство. Хотя наша компания не аккредитованная, но она имеет очень высокий рейтинг. А плюс. Рейтинг варьируется от А плюс, это наивысший, и к букве F, это наименьший. Ну, скажем, если сравнить с другими аналогичными компаниями, то там даже и похоже есть. То есть, А плюс, это очень серьезный показатель. У нас не группа там супер админов управляет, как во многих проектах. У нас вообще не проект, у нас корпорация. Здесь управляет команда профессионала. Стив Рейнер, с левой стороны, вы видите. Основатель компании. Еще в 98-м году у него появилась идея, как это реализовать. Боб Кинселла, известный предприниматель в Штатах. Присоединился президент и председатель совета директоров на сегодняшний день. Эми Уэйт, руководитель финансового отдела. Очень известный в Штатах человек. Маркетинговый директор Джо Сотто. Присоединился к нашей компании полгода назад. Известный в Штатах человек поднял 3 MLM-компании. На очень высокий уровень. Дальше. Согласно рейтингового агентства Аликса, во-первых, наша компания имеет сертификат. Справа вверху вы видите объем. Что это означает? Это означает, что все посещения на наш домен access.com, они будут сфиксированы Аликсой. Поэтому данной информации можно доверять. Мировой рейтинг между всеми сайтами, которые есть в интернете, 266 место. Это очень серьезный показатель. Многие MLM-компании далеко позади. Просто далеко. У нас не MLM-компания, у нас технологическая компания. Дальше. Внизу очень интересные цифры. Ежедневный просмотр страниц, вот слева внизу, 5,970 млн. Но он варьируется в районе 6 млн. вообще. Плюс-минус там полмиллиона каждый день бывает. Фактически каждую неделю там прыгает. То есть в районе 6 млн. в среднем идет. В сутки. Трафик такой. Дальше. Ежемесячный трафик, вот справа внизу, 166 млн. То есть это очень серьезные показатели. Популярно, насколько наша компания. Если мы посмотрим по странам, то, конечно, впереди планеты всей. Это азиатские страны. Почему? Потому что в этих странах запрещено участие в финансовых пирамидах. Там у них вплоть до смертной кази, по-моему, доходит или в тюрьму, сажает их. В общем, там в азиатских странах плохо относятся к представителям вообще, кто занимается сетевым маркетингом. Но я еще раз напомню, что наша компания не является сетевой компанией, не MLM. У нас компания технологическая, но с очень-очень отличной партнерской программой. Еще обратите внимание на наш рынок, на нашу аудиторию. Россия. Где-то там 11,4% трафика. Казахстан и того меньше. Украина и все другие и того меньше. Поэтому наш рынок на сегодняшний день является голым. И поэтому здесь кто-то сделает огромность деньги. Это однозначно. Наша корпорация имеет два наземных офиса. Один офис находится в городе Миннеаполис. Очень давно. В этом году у нас произошло расширение. Уже более 3000 квадратных метров площадь нашего офиса. В Миннеаполисе находится управление, находится суппорт, находится маркетинговый отдел. Суппорт у нас работает очень-очень быстро. Вот даже номер телефона. Вы можете позвонить по этому номеру телефона в будний день и спокойно пообщаться именно на русском языке. Помимо других языков, которые поддерживает компания. То есть у компании набран штат сотрудников. И до сих пор набирают, потому что компания идет огромное расширение. Охват аудитории, скажем, разный. Дальше. Второй офис с правой стороны, Redwood. Это офис находится в Силиконовой долине, в Калифорнии. То есть что такое Силиконовая долина? В Силиконовой долине вообще известно в мире своими IT-технологиями. Это вообще такой центр на земле, где все самые передовые IT-технологии собраны. IT-компании. Такие компании, как Microsoft, Twitter, Apple, Google, Facebook, Yahoo и многие-многие другие. Поэтому и наша компания тоже здесь. Цель компании стать провайдером рекламы номер один. Провайдером интернет-услуг, провайдером мобильных услуг. И для малого и среднего бизнеса по всему миру. Можно сказать, что у нас, так сказать, с одной стороны это вроде как агентство полного цикла рекламное. А с другой стороны предоставляются услуги для массового спроса, о которых вы сейчас увидите. А корпорацию в двух словах можно сказать следующее. Использовать современные технологии интернета, часть из этих технологий предоставляется бесплатно. Дальше. Создавать интернет-рекламу и трафик в интернете. Продвигать рекламу вашего бизнеса на первые места в поисковых системах во всех. И каталогах также. Построить свой бизнес, не выходя из дома. Возможность создать пассивный остаточный доход. Участвовать в распределении мирового оборота компании. И у нас еще ждет всех акционирований. Услуги и продукты являются 100% цифровыми. Первый продукт, который у нас есть, это поисковая система access.com. На сегодняшний день это единственная поисковая система в интернете, которая платит вознаграждение за те же самые действия, которые вы совершаете в Гугле, Яндексе, Рамблере, Яху и в других поисковых системах. То есть делаете поисковые запросы, получаете вознаграждение. Еще один продукт, который вы сейчас наблюдаете, это наша комната Webcast Pro. Наша комната на сегодняшний день тестируется. В преддверии выхода на рынок все продукты проходят тестирование. И по коду продукт не протестирован, его компания не выпускает в продажу, либо в пользование нашим партнерам. Поэтому мы сейчас проходим тесты. Следующий продукт, который работает очень много лет, это реклама. Преимущества рекламных возможностей нашей компании. С левой стороны вы видите, обособленно стоит такой раздел Ad Sites. Что это такое? Это рекламный ротатор компании. С помощью данного инструмента можно очень-очень легко вытащить любой сайт на первой позиции во всех каталогах и поисковых системах интернета. Поисковики легко воспринимают наш ротатор, поэтому все работает на ура. Дальше. С правой стороны вы видите баннерная реклама и текстовая реклама. Данные два вида рекламы будут видны на нашей поисковой системе access.com. Скажем, в последние полгода все больше и больше я замечаю, что люди размещают и текстовую рекламу, и баннерную на наших поисковых рекламах. Причем именно русскую рекламу пошла. Аналогами данных видов рекламы являются Яндекс.Директ и Гугли Адвордс, где те поисковые системы размещают именно у себя. Там у них можно рекламироваться. У нас работает аналогичным способом, но не идентично. По своим алгоритмам, естественно. Дальше. Следующие услуги, которые предлагает наша компания, это домены и хостинг. В интернете вы достаточно много найдете условно-бесплатных хостингов. Такие как вашдомен.umi.ru, вот такой вариант. Вашдомен.bix, web.ly, ucas, jimda и так далее. Это условно-бесплатные хостинги. Что это означает условно-бесплатные? Это вам дали попробовать, а потом платите деньги. Но, если вы платить не будете, то зачастую, например, вам будут размещать постоянно рекламу на вашем сайте. А оно вам надо, вам за этот рекламный баннер платить не будет. С вас имеют. За то, что вы делаете тракт. Сколько вопросов после презентации. Дальше. Еще такой важный момент по поводу доменов третьего уровня. Домены третьего уровня любым поисковиком рассматриваются, как будто школьник пришел сделать очередной сайт на пару дней, потренироваться и забросить. Поэтому домены третьего уровня не так быстро принимаются каталогами на рассмотрение, во вступление в этот каталог, в регистрацию. На это потребуется время. То есть, если бизнесмен хочет делать в интернете, ему надо делать правильные вещи. Для этого надо заказать правильное доменное имя на правильном хостинге. Не на бесплатном хостинге, типа вебли, юкас, там народ, которые не так быстро воспринимаются любым поисковиком, а на правильном хостинге. Вот наш хостинг правильный и у нас правильные доменные имена. Такие как вашдомен.com, .biz, .org, .net, .info, .yus. И я вам скажу, что эти домены и даже хостинг, он предоставляется для партнеров бесплатно. Он входит уже полностью, полный комплект. Что очень-очень важно. А если вы используете условно-бесплатные хостинги, то вам придется рано или поздно раскошелиться, и вы будете всегда являться активом для хостинга и активом для домена. Это недорого стоит, но все равно. У нас это будет выгоднее. Однозначно. О чем вы сейчас поймете. Дальше. Хостинг и программное обеспечение, которое предоставляет нам компания. Этот инструмент также предоставляется уже много-много лет. Под названием V-Webs. Значит, что в него входит. Во-первых, это система управления сайтами и система управления блогами. И также система управления почтой. Вы можете воспользоваться такими скриптами для создания сайтов, как WordPress, Joomla, Drupal и более двух. Если этого мало, если вам мало вот этих трех, вы можете воспользоваться профессиональным сайт-билдером. Если вам и этого мало, то там внутри есть еще более двухста скриптов, которые хватит на любой вкус и цвет для создания сайта. Также вы можете сделать эксклюзивный движок для создания для своего сайта с помощью языка PHP и MySQL. Также поддержка Java есть. Дальше. Весь хостинг, все дата-центры у нас управляются, находятся на C-панели. И управляются операционной системой Linux. Скажем так, все суперкомпьютеры управляются операционной системой Linux. Поэтому это самая надежная операционная система, самая стабильная. Я вот четвертый год пользуюсь хостингом, скажем, где-то тренируюсь. Ни разу не видел, чтобы он лежал. Потому что обычно где-то какие-то косяки бывают. Дальше. С правой стороны вы видите такое облако и разные гаджеты. И смартфоны, и компьютеры, и ноутбук, и планшет. И что я вам скажу. У нас облачные технологии, которые работают. Компания перешла на облака уже тоже много лет назад. И вы можете воспользоваться данным сервисом для сохранности ваших данных. Аналогами являются, допустим, Яндекс.Диск, Гугл.Диск, Дропбокс. У нас то же самое. Кто не знает, у нас есть. Особенно касается старичков. Потому что кроме серфинга многие не интересовались этим инструментом. Дальше. Поехали. Новый инструмент вышел в июне месяце. Я вам скажу, что это революция в сайтостроении произошла. Почему? Потому что с помощью вот этого инструмента Uweb любой чайник, любая блондинка, любой просто пользователь, хотя бы с фантазией пользователь, да, он может построить буквально за час сайт. Скажем, больше искать информации, как разместить этот сайт. Потому что там буквально мышкой перекидываете, как конструктор Олега, вот как, допустим, пазлы люди собирают, это людям, многим нравится пазлы собирать. И вот точно так же, как из пазлов, раз-раз составили себе сайт. Тексты накидали, все, сайт готов. Очень просто. Сейчас мы этот продукт изучаем. Здесь вкратце, конечно, я расписану возможности, но возможности я вам скажу, очень-очень большие на этом инструменте. Дальше. Новые продукты, ну, как новые, полтора года этому продукту, но во всем миру пользуются популярностью, в СНГ только-только начинают набирать популярность. Что это за продукт? Это конструктор мобильных сайтов. Значит, если ваши обычные сайты, которые на компьютере делаются, они заточены именно под компьютер. Там делают иногда, так скажем, адаптированную верстку, но даже с адаптированной версткой, открывая сайт через смартфон, попробуйте там чего-то рассмотреть. Попробуйте найти контакты. Попробуйте сделать заказ. Это крайне-крайне неудобно. Вот именно для этих целей создан такой инструмент, конструктор мобильных сайтов. И в данном слайде я представил именно свой сайт. Вот в пятницу на прошлой неделе я рассказывал, как сделать мобильный сайт. Я рассказывал, как на этом можно заработать денег. А я вам скажу, что такие сайты сделать очень-очень легко на нашем конструкторе и продавать любым клиентам от 100 долларов за сайт, за несколько страничек. Это в средних городах, а в крупных городах это 150-300 долларов минимальная стоимость, плюс стоимость оплаты сервиса. Дальше QR-коды предоставляются. Что такое QR-код? Посередине вы видите такой квадратик. И это очень удобная штука. Например, предприниматели обмениваются визитками, можно на визитку нанести вот такой QR-код. Можно в газете дать рекламу и разнестить QR-код. На остановках вешают, на плакатах, на баннерах всяких. Вот эти QR-коды. И смартфоны, они сейчас врываются в нашу жизнь. Здесь фактически у многих людей уже есть смартфоны. На смартфоне есть специальное программное обеспечение. Его можно также установить. И через это программное обеспечение можно навести смартфон на данный штрих-код и отсканировать. И перейти на сайт. То есть не надо тыкать клавишами, как говорится, набирать эти буквы адреса сайта, а сразу моментально будет переход на ваш сайт мобильный. То есть это удобная такая штука. В общем, и набирает огромную-огромную популярность. Причем здесь вам не надо изучать какие-то супертехнологии. Там HTML5, там CSS3. Видите, вам не надо вообще технарем быть. Вам просто надо разместить текст правильно, и картинки там раскидать, видеоролики, карту пролепить, кнопочки где-то. Все. Магазинчик там оформить. Ну это все простенько делается. Поехали дальше. Развлекательный игровой портал. Это тоже новое направление. Значит, люди у нас любят в игры играть, и здесь компания хочет, в общем, задействовать вот этих игроков, чтобы они пришли к нам играть. И играя в эти игры, людям будет платиться вознаграждение. Была одна игра, сейчас делают наполнение, делают новые игры, чтобы было разнообразие. Новые продукты, которые нас ожидают в ближайшее время. Это бизнес-правочник, доска объявлений, события, мероприятия, спецприложения. Дальше. Ю-чат. Вот Ю-чат мы ожидаем, скоро он должен появиться. Что это такое? Фактически это средство для общения, для коммуникации. Вы можете через этот ключат писать тексты, вы можете делать звонки, как по обычному телефону, вы можете делать видеозвонки. И это приложение ставится на смартфон, на планшет, на компьютер, точно так же, как через скайп, вы спокойно можете общаться со всем миром. И в планах, как нам говорят, общаясь через данное приложение, мы будем так же получать вознаграждение. То есть, пользуясь скайпом, мы ничего не получаем, пользуясь Ю-чатом, мы уже получаем вознаграждение. Фактически это деньги. Поехали дальше. Access Corporation создает огромные возможности для бизнеса. Рост годового дохода компании в 2012 году – 298 миллионов долларов. В 2013 году – 290 миллионов долларов. Ожидаемый доход в 2014 году – 1 миллиард долларов. Если вы делаете такой небольшой анализ, то увидите такую тенденцию с каждым годом в три раза. Если сделать анализ Яндекса, а он в открытом доступе есть, то у Яндекса прирост незначительный – 15-25, от силы 30% в год. Так вот, у Яндекса, я вам скажу, годовой оборот – всего лишь 1 миллиард долларов. Яндекс работает гораздо дольше, чем наша поисковая система Access. Мы уже, уже ему наступили на пятки. И в следующем году, конечно, у нас обороты однозначно превысят обороты Яндекса. А на сегодняшний день партнеров компании уже более 480 тысяч человек. Возможно, уже более 500 тысяч человек. Потому что очень быстро люди регистрируются. И здесь я небольшую такую статистику начал делать. Вот на 1 января у нас было всего 350 тысяч партнеров. А в середине марта было уже 400 тысяч партнеров. Вот 480 тысяч было, ну вот недавно было, в общем. То ли в начале месяца, то ли в конце июня я фиксировал, регистрировался партнер. Потому что когда мы регистрируемся в компанию, мы получаем ID номер. Он идет по порядку. И фактически по этим ID номерам мы можем видеть, сколько партнеров компании. Дальше. 4 вида маркетинг-плана нам компания предоставляет. Это план долевого участия в мировом обороте компании. Второе. План вознаграждения от команды. План розничных продаж и разделения годовой прибыли, то есть акционирования. Лидирующий план выплат. Это 70% компания платит в сеть. Который делится пополам. 35% комиссионных и 35% это реверушаринг-план. То есть план ежедневного распределения прибыли со всего мирового оборота. Еще раз напомню, то что у нас компания не MLM. А всем известно, что в ряде стран MLM запрещен. Поэтому наша компания технологическая, но с партнерской программой. Поэтому там где MLM запрещен, наша компания работает, нам разрешено. И здесь обороты со всего мирового, со всех стран, в любой стране можно делать бизнес. Поэтому ежедневно мы получаем долю со всего мирового оборота. И у нас можно получать деньги 50 и 100 долларов и 500 и 1000 и даже более. Вот пример скрина одного из партнеров. Более 38 тысяч долларов в день. Это комиссия, если вы, конечно, включаетесь и продвигаете продукты, услуги компании. Что надо делать? Зарегистрироваться, приобрести набор для продаж за 59,95. Это единственная сумма денег, которую оплачиваем раз в год. В эту сумму денег входит бэк-офис на год, заказ предоплаченной карточки. Вы можете получить карточку, не оплачивая сверху больше ничего для вывода денег. Дальше 250 рекламных единиц, так называемые iCredited. И также включены доменные имена com.net.biz.workingforbus. И приобрести желательно стартовый бизнес-пакет. Значит, у нас есть на сегодняшний день три бизнес-пакета. Вот вы представлены, один, два, три. Во все бизнес-пакеты включены все сервисы и услуги компании. Единственное, чем больше бизнес-пакет по номиналу, тем больше, конечно, входит долевых единиц. Значит, что такое доля в компании? Это так называемые iPoint. Вот как это понять? Значит, допустим, вы являетесь владельцем акций какой-то компании. У одного человека, допустим, 10 акций, у другого 1000 акций, у третьего 100 тысяч акций. Соответственно, рано или поздно происходит деление прибыли компании между акционерами. И прибыли нетрудно догадаться, у кого будет больше. У кого больше будет вот этих долевых единиц? Так вот эти iPoint, они работают аналогичным образом. Только прибыль распределяется ежедневно. И, соответственно, вот все пакеты, они по содержимому пропорционально одинаковые. Вот пакет за номер 3. Это оптимальный, на самом деле, пакет за 2000 долларов. В него входит 4400 вот этих долевых единиц, iPoint, и плюс 10 тысяч рекламных единиц. Статус GoldExecutive на 90 дней, одно доменное имя, дальше хостинг, 3 месяца не надо оплачивать автопокупку ежемесячно. WeCash и Wallet это система вывода денег. И продукты. Стандарт Mobile Package это мобильный конструктор сайта, версии стандарт. YouWebSiteBuilder Package, версии стандарт. Так, вроде 2000 долларов. Много это или мало? Я вот проводил анализ, как работают московские рекламные компании. Так я вам скажу такой интересный секрет, можно сказать. Либо для кого-то это открытие будет. В общем, минимальная стоимость обслуживания в рекламной компании для любой фирмы стоит от 60 тысяч рублей в месяц. Не в год, а в месяц. Что они делают? Они просто берут эти деньги, часть из них тратят на контекстную рекламу. На том же Яндексе, на том же Гугле. Все. За это берут ежемесячно от 60 тысяч рублей. У нас же получается за эту сумму денег, как бы эквивалент 2000 рублей, это 60 тысяч с копейками будет. Только один раз человек оплатил эту сумму фактически один раз в жизни. И он за это деньги получает долю в компании, получает рекламные единицы, получает кучу продуктов. И получает фактически бесплатно. Он фактически больше не платит и раскручивает свой бизнес в интернете каждый день. И еще каждый день делает возврат вложенных денег себе обратно. Если он оплачивает любому нашему конкуренту, любой рекламной компании, то он оплачивает и все. У нас получается еще возврат денег. Поэтому это главное преимущество перед любой рекламной компанией, которая есть в любом вашем городе. Дальше. Что надо делать, чтобы получать долю со всего мирового оборота? Это минимум 24 сайта в день просмотреть. Что мы за это имеем? Деньги со всего мирового оборота в размере 35% делятся между всеми участниками, согласно их айпоинт-баланс, то есть их доли. Соответственно, у кого будет больше айпоинтов, тот будет больше денег каждый день получать. У кого там чуть-чуть, кто там вошел, допустим, в рассрочку на 100 долларов в месяц, ну там чуть-чуть этих айпоинтов, ну будет по чуть-чуть получать. Кто вошел на 500 долларов, там побольше. Кто вошел на 1000 долларов, там побольше. А кто на 2000, там, конечно, поболее еще. Все пропорционально одинаково. Так вот, вот этих долевых единиц выгодно увеличивать. Значит, на данном слайде представлен еще вариант репокупки, действующий на сегодняшний день. С 1 августа у нас вариант репокупки видоизменится. Компания уходит от процентов. Почему? Потому что у нас не инвестиционная компания, у нас проценты непонятные, у нас компания технологическая. У нас просто будет вместо процентов фиксированы суммы каждый день, которые мы будем платить на репокупку. Так вот, что такое репокупка? Репокупка это, вот вы заработали, допустим, каждый день вы получаете какую-то сумму денег. Допустим, 10 долларов вы получили. Значит, вы можете поставить на эту всю сумму денег, купить еще вот эти айпоинты и айкредиты. То есть, ваша доля чуть-чуть больше станет, ваш рекламный баланс увеличится также. И вы будете на второй день иметь больше долю и будете чуть-чуть больше получать. Дальше, второй вариант. Это докупить пакеты от 500 до 2000 долларов. То есть, докупая пакеты, все содержимое складывается и ваша доля растет и ваши рекламные балансы тоже растут. И третий способ, самый мощный, самый прибыльный, это построение команды. Приглашая людей в бизнес, вы таким образом увеличиваете свою долю в компании, увеличите ваши доходы. Возможности командного заработка. Это комиссионный спродаж, до уровня бонуса, лидерские бонусы, президентский бонус, бонус бесконечности, ройлити бонус, бонус за рекомендацию, автомобильный бонус и другие бонусы. Бонусов достаточно в компании. Значит, базовые бонусы. Если вы в статусе консультант, а это вход до 2000 долларов у людей, значит вы имеете ежедневно 5% с первого уровня, 2% вплоть до четвертого уровня в глубину. От чего эти проценты? От того, что ваши партнеры делают покупки любых продуктов, а также делают репокупку каждый день. И от суммы репокупок вы получаете эти проценты каждый день. Допустим, вот возьмем первую линию. Ваши лично приглашенные ежедневно какую-то сумму денег зарабатывают и, допустим, тратят на репокупку 100-1000 долларов. Если вы в статусе консультант, то вы получаете, естественно, 5%. Но если вы в статусе голд и выше, вы получаете 10%. То есть нетрудно посчитать, что с 1000 долларов ежедневно, тратящиеся на репокупку, в вашей первой линии вы будете получать просто по 100 долларов в день. Хорошо это или плохо, делайте выводы. Также аналогичным образом рассчитываются и проценты ниже. То есть у голды, это кто входил на 2000 долларов, получают 3% со второго уровня и 2% аж с шестого уровня. Платина точно так же, Blue Diamond получает еще плюс 1% дополнительно. Кроме того, чем выше у вас статус, тем вы глубже захватываете свои комиссии. Так, например, Платина захватывает уже по 7 уровень, Diamond захватывает уже по 8, а Blue Diamond захватывает плюс 1% до 6 генераций таких же голубых диамонов. То есть это очень-очень огромная сумма денег. Дальше, Fast Start Bonus, что это такое? Это бонус быстрого старта. Если ваши личные партнеры покупают пакеты, тогда вам компания еще платит плюс 5% тем процентам, которые уже и так есть. Например, ваш партнер купил пакет за 2000 долларов, если вы в статусе консультанта, вы получите комиссионные 200 долларов. Если вы в статусе Gold и выше, то вы получите комиссионные 300 долларов. Например, вы вошли в бизнес на 2000 долларов. Вы пригласите, например, одного человека на 2000, вы получите комиссионные 300 долларов. Вы пригласили 10 человек, вы получите комиссионные уже 3000 долларов. В принципе, тоже неплохо. Лаптоп-бонус, бонус-ноутбук. Что это такое? С момента вашего бизнеса, когда вы оплатили стартовый бизнес-пакет за 59,95, у вас есть ровно 60 дней. У вас должно быть выполнено определенные критерии. То есть у вас должен быть куплен пакет на 2000 либо сразу, либо частями, но за этот промежуток 60 дней. Также ваши лично приглашенные должны купить пакеты в объеме на 10000 долларов. Если вы уложили в 60 дней, тогда вам компания даст 400 долларов бонус. И вы можете спокойно их выводить. Ежемесячная автопокупка, АП-консультант. Значит, у нас автопокупка не такая, как в любой компании. Когда вы просто отдаете и пользуетесь продуктом. У нас вы оплачиваете вот эту автопокупку, пользуетесь всеми продуктами. Но важный момент, чем отличается наша автопокупка. У нас за автопокупку начисляются долевые единицы. Из-за расчета, допустим, АП-консультант, верхняя строчка, 10 долларов оплачивает. Значит, получает за эту сумму денег 10 ай-поинтов. На второй день его баланс долевой больше становится. Он просто чуть-чуть больше денег получает. За эту же сумму денег получает еще 50 рекламных единиц ай-кредитов. Если вы в статусе, например, Black Diamond, вы оплачиваете 100 долларов в месяц. За эту сумму получаете 100 ай-поинтов, доля растет и также 400 ай-кредитов. Но я вам скажу, что для Black Diamond оплачивая 100 долларов, это вообще ни о чем. Это категория уже очень-очень серьезно зарабатывающего, зарабатывающего очень-очень серьезные деньги. Black Diamond. И также оплачивая вот эту автопокупку, а эту автопокупку делают все партнеры, вы также получаете, согласно данной табличке, процент каждый месяц. Дальше. План розничных продаж. Что это такое? У нас можно быть партнером, а можно быть клиентом. Если вы предложили человеку, и он отказывается быть партнером, но ему интересно пользоваться продуктами, допускай пользуется. У нас можно зарегистрироваться и бесплатно получить бесплатные варианты продуктов. Если ему мало, то у него два варианта. Первый, стать партнером. Второй, стать клиентом. Просто оплачивать небольшую абонентскую плату ежемесячно или раз в год. И за это выполнить, получать комиссионные. То есть до 25% комиссионных с первой линии и до 5% с ваших партнеров второй линии. Дальше. Самый интересный еще наш будущий доход, это план разделения годовой прибыли. В компании специально открыт трастовый счет еще в 2012 году. Так вот, по итогам каждого года между партнерами разделяется сумма денег с годового оборота. Это началось в 2012 году. Что это за деньги? Значит, эти деньги, они не в компании, они обслаживаются специально, ну, юридической организацией, обслуживающей трастовые счета разных компаний. Так вот, эти деньги, отложенные на этот счет, они будут храниться до тех пор, пока компания выйдет на биржу, на IPO. В планах компании выйти на IPO до 2018 года. И как только компания выходит на биржу, она выпускает, естественно, акции. Сегодня трастовый счет у нас будет разморожен, у нас будет два варианта на выбор. У нас нет обязаловки, обратите внимание, у нас есть варианты. Как всегда, хочешь то, хочешь это. Хочешь побольше, делай то, хочешь поменьше, ничего не делай. Так вот, вариант так первый. Забрать эти деньги, вам скажут спасибо, до свидания, как говорится. Второй, ну, кто с мозгами, естественно, он, естественно, купит акции компании, потому что за эти деньги, со страстового счета, мы сможем акции купить по льготной стоимости. Ну, если люди знают, что такое акции, скажем, это, значит, получение дивидендов придется, такой пассивный доход у вас будет. Вот, естественно, стоимость акции, она имеет такое свойство, как расти, падать. Но я вам скажу, что зачастую компании, которые являются трендовыми, то есть на пике популярности, их акции обычно растут. Так, например, акции Google. Когда-то в 2004 году в Google была инвестирована определенная сумма денег, и он выпустил акции. Стоимость акции была 20 долларов за штуку, сейчас они стоят 1200 долларов за штуку, плюс еще дивиденды. Поехали дальше. Квалификационные требования для клуба учредителей 2014. То есть, если в 2012 и 2013 годах деньги распределялись практически между всеми партнерами, кто входил на 2000 долларов, то сейчас, конечно, условия усложнились. Вообще, чем ближе к бирже, тем сложнее получить, я бы сказал, дармовые деньги. Почему? Потому что есть определенные условия. Так, например, сейчас идет фаза номер 3. Что надо сделать, чтобы участвовать в распределении годовой прибыли за 2014 год? Приобрести директорский пакет на 2000 долларов. Или вы. Ну, на 2000 долларов сейчас. Большие пакеты у нас уже убрали. Дальше. Иметь в первом уровне, то есть ваши личные приглашенные должны иметь объем 15 тысяч долларов. Из которых половину этой суммы вы можете доплатить самостоятельно. Фаза номер 2. Номер 4. Это с 1 октября по 31 декабря. То есть, если вы не уложились в третью фазу, ничего страшного. У вас есть четвертый квартал. Ну, конечно, объем уже 20 тысяч долларов. То есть, уложили, значит, уложились. Значит, будете участвовать в распределении 15% с одного, а может быть даже и больше одного миллиарда долларов за 2014 год. Половину уже сделали. Квалификационные требования клуба-учредителей 2014. Значит, кроме этого, необходимо быть активным квалифицированным консультантом до 31 декабря 2014 года. Консультанты, которые будут соответствовать квалификационным требованиям клуба-учредителей, будут иметь долю от прибыли компании, в зависимости от их общего объема. Напомню, что 15% с одного миллиарда долларов – это очень-очень приличная сумма, которая будет разделена между участниками, выполнившими данную услугу. То есть, в этом году, по итогам этого года, будет, конечно, денег много, а людей будет поменьше, чем в прошлые годы. Дальше. В компании есть фонд любви, так сказать. Что это за фонд? Ежегодно происходят в мире разные катаклизмы, и так, например, в Китае в прошлом году было крупное землетрясение, и компания сделала помощь Китаю в размере 130 тысяч долларов. В этом году компания, конечно, тоже кому-нибудь сделает, выделит какую-то часть денег. В принципе, благотворительность – это очень хорошо, тем более для юридического лица, потому что сначала мы уплатим. Насколько мне известно, если юридическое лицо делает благотворительные какие-то взносы, то там какое-то послабление по налоговой ставке идет. Поэтому наша компания, конечно, на правильном пути. Здесь представлена карьерная лестница, то есть надо ее как-то по-другому, наверное, сделать, более, скажем, удобно читаемым для нас. Ну, такую карьерную лестницу, такое условие мы видим в наших бэк-офисах. То есть, если вы Diamond, если вы, допустим, Gold Executive, то помимо двух тысяч долларов, желательно, конечно, иметь двух квалифицированных консультантов. Если вы хотите стать Платиной, то вам необходимо иметь двух Gold и одного квалифицированного консультанта. Если вы Diamond, там хотите быть, то вам необходимо под собой иметь двух Platin и одного Gold и так далее. То есть, фактически, у нас бизнес строится, можно пригласить троих партнеров, троих компаньонов и помочь им сделать то же самое. В то же время, вас никто не ограничивает в очень широкое первое линию. Вот в ролике, в котором в самом начале я показывал, там фактически три партнера. Было приглашено и человек получал 150 тысяч долларов в год, не смог заработать в нашей компании. Так, поехали дальше. Это официальные данные за 2013 год по доходам. С левой стороны вы видите разные статусы людей, то есть вверху бесплатные, внизу повыше, повыше и самая нижняя строчка Black Diamond Ambassador 3. Так вот, к чему надо стремиться, как говорится. Black Diamond Ambassador 3, минимальный их доход за 2013 год составил 1 миллион 316 тысяч долларов. Это минимальный. В принципе, неплохо. Максимальный чек, конечно, это более 5 миллионов, а в среднем 2,5 миллиона, 2 миллиона, 2 миллиона, 2 миллиона, 2 миллиона, 595 тысяч долларов, 622 доллара. В принципе, очень-очень хорошие планы из награждения. Ну, конечно, когда вы получаете 1% со всей глубины, вот как раз у вас и складывается такая сумма денег, когда большая-большая команда. Дискламация о доходах. Excess Marketing не гарантирует вам заработок дохода, Excess не предоставляет и не подразумевает никаких гарантий дохода. Ваш доход зависит только от ваших собственных усилий продаж вашей команды. Итак, что же я тоже должен делать? Вроде столько всего много, оказывается, гораздо все проще. Первое, зарегистрироваться. Второе, купить пакет. И третье, начать делать серфинг. И еще у нас четвертый пунктик возобновляется. Почему возобновляется? Потому что раньше у нас тоже был такой пунктик. Это поставить рекламироваться один сайт на Ротатор. Раньше у нас было условие более жесткое. Целых два сайта. То есть сейчас у нас халява еще. Это условие будет, конечно, с 1 августа. Итак, на этом моя презентация закончилась. Я много всего вам рассказал. Могу ответить на вопросы. Ну, минут 5-10. Так, первый вопрос. Сколько дней сайт на Ротаторе находится на рассмотрении? На сегодняшний день сайт на Ротаторе может находиться больше, чем обычно. Потому что очень много людей сейчас ставят рекламироваться свои сайты. И у компании задействованы все менеджеры, которые занимаются рассмотрением сайтов. Чтобы, не дай бог, как говорится, пропустить какой-то сайт с нецензурным содержанием. Либо какой-то очередной фейк. Поэтому сегодня, конечно, на сегодняшний день сайты рассматриваются. Ну, может, неделю даже рассматриваются. Может, и быстро. Продолжение следует...